Леда начинается. Провинция Хейлонзян заиграла своими собственными яркими красками. Туристы со всей стороны следуют за армадом светов и ощущают прекрасную атмосферу. В последнее время в Мохе наблюдают все два полярных осияния. На днях многие фотолюбители и туристы специально приехали в Мохе, с нетерпением ожидая новой встречи с полярным осиянием. Недавно я видел полярное сияние с детям в новостях. Поэтому приехал сюда и поставил платку, чтобы посмотреть полярное сияние. Не буду спать всю ночь. Раньше не видел, поэтому мечтаю. Надеюсь, что сегодня ночью можно будет увидеть полярное сияние. Научно-популярные и средоводзерские дуры в Мохе также стали популярной. Почти 600 учителей и школьников отправились в Мохе на поезде, чтобы ощутить неповторимые отервания леса, пограничные роги и воднопоротных угодий. Посмотрели красивые хигантские хребеты и наблюдали пограничную реку Хэйлунцзян. На днях живописный район у дезда Бао-Чин вступил в период расцвета. Разноцветные цветы также великолепны. Они источают армат и привлекают сюда многих туристов. Вся наша семья проехала более 100 километров до этого места. Можно любоваться таким прекрасным молем сведов. Поездки очень стоящие. В Майе многие люди посещают музеи крепости Хуто. Посетители со всей страны восстанавливают в память историю с помощью выставленных исторических артефактов. Меня тронуло. Если у меня будет возможности, я обязательно приглашу сюда как можно больше своих одноклассников и свою семью. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать посетителям различные услуги, чтобы туристы смогли провести время с удовольствием. Продолжение следует...